Господи, Сил, с нами будет, и таково раздай Тебе, помощником скорых дней, и мамы. Господи, Сил, помилуй нас. Здравствуйте, дорогие мои друзья! Пусть мир и благословение Божие пребывают со всеми нами. Радости, праведности и мира от Духи Святого, доброго всем дня и хорошего настроения. Сегодня Казанская икона Пресвятой Богородицы, и в этот день мы празднуем День Народного Единства, когда в 1612 году купец Казьма Минин и князь Дмитрий Пожарский смогли объединить народные силы в борьбе против захватчиков, польских интервентов, и летом 1612 года освободили Москву от польской армии. Всегда в истории России были такие периоды, когда к нам приходили с разных сторон шведы, немцы, французы, поляки, литовцы. Сколько их было, всех не перечесть. И кто с мечом приходил, от меча и погибал. И такая любовь наших соседей позволила сказать одному из русских императоров, что у России никогда не было друзей, есть только два союзника, это ее армия и ее флот. И покров Пресвятой Богородицы, которая многократно защищала русскую землю, помогала христианам православным, живущим на русской земле, прикрывала своим мафором свой удел, удел Пресвятой Богородицы. Нам сегодня пытаются внушить всевозможные гуманистические идеи, которые сформированы обществом потребления. Когда человек живет для того, чтобы есть, понятно, что его жизнь для него становится высшей ценностью. Самое дорогое, что есть у человека, это его жизнь. Это ложь. Это антихристианская идея. Господь так никогда не учил. Господь не создавал человека для того, чтобы он ел. Господь вложил в человека любовь, которая выражается в готовности жизнь свою положить за други своя. Нет больше любви, кто жизнь свою отдает. Не спасает свою шкуру всевозможным способом, а в ком живет готовность жизнь отдать. Потому что это то, что делает человека человеком. Человек, в отличие от животного, живет в системе координат. У него есть приоритет, у него есть ценности. И дороже жизни человеческой, биологической, может быть Родина. И готовность отдать свою жизнь за Родину вытягивает человека из свиного, свинского состояния. Дороже человеческой жизни есть Христос. Есть вера во Христа и отношения с Ним. И когда у человека встает выбор, он взвешивает. И человек, христианин, он отдает свою жизнь за Христа. Ну а человек, который оскотинился, для которого зона комфорта является высшей ценностью, он отрекается, он предает, он отворачивается. Дороже человеческой жизни семья, жена, ребенок, за которого любой нормальный человек, любой нормальный мужчина, он должен отдать свою жизнь. Понятно, что это не возникает на пустом месте. Что человек живет, ест, пьет, ездит на дорогой машине, сидит вечером в кафе. И потом так раз, и нет. Это качество, мужественность, жертвенность, самоотверженность, она воспитывается. Воспитывается на примерах. Невозможно воспитать мужчину без образа героев. Поэтому так важно вот эти дни не просто порадоваться, попраздновать, дополнительному выходному, посидеть, шашлыки пожарить. Нет. Важно рассказать детям, кто такой был Минин Козьма, кто такой князь Пожарский. Найти эпизоды, в которых мы видим героизм. И как-то рассказать, подумать. И вообще помнить о том, что если у ребенка не будет героического примера, он не вырастет мужчиной. Потому что в окружающем мире таких примеров очень сложно найти, когда все мужчины достаточно расслаблены, когда у большинства лишний вес, и человек и подтянуться толком не может, и какие-то нормативы ГТО сдать. Даже с точки зрения физической, я не говорю про волевые качества, про духовные, про умение управлять собой, умение уступить место человеку старшему по возрасту в транспорте, умение язык свой ограничить от скверных слов. Это все мужественность. И, конечно, она сейчас ниже нулевого уровня, отрицательная. Но воспитание — это процесс, в котором мы постоянно находимся. И рассказывать, показывать детям образы героизма, находить — это важнейший вклад в будущее нашего народа. Потому что если он будет состоять из мужчин, которые мужчины, и женщин, которые женщины, у которых дороже их собственной жизни есть понятия, есть ценность Родины, веры, семьи, Отечества, тогда, даже если придут со стороны с мечом, от меча и погибнут. С праздником, дорогие друзья, дорогие братья и сестры! Пресвятая Богородица, помогай нам! Господи сил, помилуй нас!